Младшего ангела вряд ли можно было упрекнуть в ошибке. Ему вручили новенький ярко светящийся нимб и отправили на некую планету. При исполненной гордости от столь важной миссии он старался точно следовать полученным указаниям. Младшему ангелу впервые доверили причислить человека к лику святых. Он снизился над землей, определил, где находится Азия и опустился у входа в пещеру, затерянную высоко в Гималаях. С бешено бьющимся от волнения сердцем ангел вошел в нее, чтобы материализоваться и вручить святому монаху заслуженную награду. Тибетский аскет Кай Юнг вот уже 10 лет сидел неподвижно и размышлял о возвышенном. Когда-то он провел 10 лет стоя на верхушке столба, это приумножило его заслуги перед Господом. Последние годы он жил в пещере отшельником, отрекшись от наслаждений плоти. Младший ангел приступил порог и замер, он явно попал не по назначению. В пещере стоял сильный запах перегара. Небожитель с ужасом взглянул на маленького пьяного человечка с морщинистым лицом, сидевшего у костра и с радостной ухмылкой жарившего кусок козлятины. О, ужас! Это был воплощенный порог. Конечно, ангел был не слишком сведущий в земных делах, ему было невдомек, что же заставило монаха пасть так низко. На самом деле отшельника сбило с пути истинного. Большая бутыль вина, забытая у входа в пещеру, безвестным паломником. Монах поддался соблазну, потом еще раз и еще, и теперь без всякого сомнения уже не мог претендовать на звание святого. Младший ангел задумался. Ему были даны вполне определенные указания, но этот пьяный нечестивец просто не достоин нимба. Тут монах громко икнул и налил себе вина. Это стало последней каплей. Ангел гневно взмахнул крыльями и полетел прочь из пещеры. Потом случилось вот что. В одном из западных штатов Северной Америки есть городок Тиббет. И можно ли винить ангела, слетавшего туда и после недолгих поисков обнаружившего человека, который вполне созрел для причисления к лику святых? Звали его, судя по табличке на двери маленького дома, Ке Янг. «Видно, я неправильно понял», – подумал младший ангел. «Мне говорили о Кае Юнге, но это Тиббет. Так что все верно, он и есть тот самый человек, значит, быть посему. Ну-ка, где у меня нимб?» Мистер Янг сидел на краю кровати и, опустив голову, мрачно размышлял. Печальное было зрелище, что и говорит. Через некоторое время он встал и, не прерывая раздумий, начал одеваться. Затем побрился, умылся и спустился завтракой. Джил Янг, его законная супруга, сидела, заградившись газетой и неспеша потягивала апельсиновый срок. Она была маленькой, достаточно привлекательной женщиной средних лет, давно оставившей бесплодные попытки разобраться в жизни. Ведь жизнь, по мнению Джил, была чересчур сложна и постоянно преподносила самые невероятные сюрпризы. Так что проще было оставаться в стороне и принимать все, как есть. Потому-то она и не стала, например, выводить веснушки. А на голове ее мужа беспрепятственно появилось немало седых волос. Голова мистера Янга, о которой еще не раз пойдет речь, прошедшей ночью претерпела некоторые изменения. Впрочем, сам он об этом пока не подозревал. Жена пила апельсиновый сок и рассеянно рассматривала рекламу какой-то дурацкой шляпки. «Привет, мерзавка!» – поздоровался Янг. «Доброе утро!» – он имел в виду, конечно же, не жену, а маленькую собачонку, которая в юном вертела всю ногу хозяина и пришла в совершенный восторг, когда ее почесали за ухо. Наконец, мистер Янг сел за стол, развернул салфетку и что-то одобрительно пробурчав, принялся завтракать. И вдруг заметил, что жена внимательно, с каким-то странным, недоверчивым выражением лица, его разглядывает. Янг быстро вытер рот салфеткой, но Джилсу также пристально смотрела на него. Украдкой бросив взгляд на свою рубашку, он решил было, что она, возможно, не вполне безупречна, однако пятен от соуса яиц незаметно. Снова взглянув на жену, устремившую взор чуть выше его головы, Янг тоже поднял глаза. Джилл слегка вздрогнула. «Что это такое, Кеннет?» – прошептала она. Янг пригладил волосы. «Эээ, что именно, дорогая? Эта штука у тебя на голове». Он быстро ощупал макушку. «На голове что ты имеешь в виду?» «Она светится», – объяснила Джилл. «Ради бога, что ты с собой сотворил?» Мистер Янг ощутил легкое раздражение. Ровным счетом ничего. Просто мужчины, знаешь ли, склонны лысеть. Джилл нахмурила брови и отпила сока. Потом, с любопытством, посмотрев на мужа, проговорила «Кеннет, я хочу, чтобы... что?» Она показала пальцем на зеркало. Янг с сердитой гримасой поднялся и взглянул на свое отражение. Вроде бы ничего особенного. Он уже много лет видел в зеркале это лицо. Не слишком запоминающееся, но, с другой стороны, и неуродливое. Обычная, гладко выбритая физиономия. Но с нимбом она выглядела жутковато. Светящееся белое кольцо, размером с блюдца, неподвижно висело сантиметрах в десяти над макушкой. Пощупать его оказалось невозможно, и Янг зачарованно смотрел, как рука несколько раз прошла сквозь световой ореол. «Это нимб», – прошептал, наконец, несчастный, и, повернувшись немигающими глазами, установился на жену, уставился на жену. После долгой паузы Джилл, наконец, изрекла. «Нимбы бывают у ангелов и святых». «Разве я похож на ангела?» – раздраженно возразил Янг. «Это просто научный феномен». «Как помнишь ты, девочка, как помнишь, та девочка, у которой сама собой раскачивалась кровать, ты читала об этом?» Джилл, оказывается, читала. «Она сама ее раскачивала». «А вот я не сам», – уверенно заявил Янг. «Да и как это можно сделать? Впрочем, многие вещи могут светиться сами по себе. Да-да, гнилушки, например». Янг поморщился и потер голову. «Ну, спасибо, дорогая. Помощи от тебя нимбы бывают у ангелов», – вновь зачарованно прошептала Джилл. Новоиспеченный святой опять повернулся к зеркалу. «Извини, дорогая, не угодно ли тебе на минутку заткнуться? Я и так перепуган, до чертиков». Джилл зарыдала и выскочила из комнаты. Вскоре стало слышно, как она тихо разговаривает с собакой. Янг залпом, не чувствуя вкуса, проглотил остатки кофе. Честно говоря, на самом деле он был не так уж сильно испуган. Случай был странным, сверхъестественным, но ни в коем случае не ужасным. Вот если бы выросли рога, тогда просто кошмар. Ну, а ним что ж? Регулярно читая воскресное газетное приложение, мистер Янг уверился, что наука может объяснить все загадки. Он слышал, что даже мифы имеют вполне научное обоснование. Эти размышления до такой степени утешили беднягу, что он ощутил в себе достаточно сил, чтобы пойти на работу. Янг надел котелок. К несчастью, нимб оказался слишком велик, и шляпа превратилась в цилиндр, верхняя часть которого светилась белым светом. «Дьявол!» – вскричал несчастный и стал рыться в гардеробе. Перепробовав все шляпы, он убедился, что нимб не вмещается ни в одну. Появиться же со светящейся головой в переполненном автобусе было выше его сил. Вдруг Янг заметил в дальнем углу шкафа что-то большое и пушистое. Он с отвращением повертел в руках огромный меховой колпак, служивший когда-то деталью бесследно исчезнувшего маскарадного костюма. В последнее время колпак с успехом служил подстилкой для мерзавки. «Тем не менее, эта штука вполне скрывала нимб», – Янг осторожно напялил колпак и повернулся в зеркало. Прошептав короткую молитву, он отворил дверь и выскользнул из дома. Выбирать из двух зол не так-то просто. За время короткой поездки на работу, напоминавшей ночной кошмар, Янг не раз мучительно думал, что, пожалуй, ошибся. Он жаждал сорвать проклятый колпак и швырнуть его себе под ноги, но никак не мог на это решиться. Забившись в угол автобуса, несчастный внимательно изучал свои ногти и хотел только одного – поскорее умереть. Он слышал шепот, приглушенный смех и всем телом ощущал любопытные взгляды. Наконец, маленький мальчик безостенчиво потревожил кровоточащую душу Янга своим невинным розовым пальчиком. «Мама!» – пронзительно закричал он. «Посмотри на этого смешного дядю!» «Милый!» – ответил женский голос. «Милый, не кричи!» «Что у него на голове?» – не унимался маленький мучитель. Последовала длинная пауза и, наконец, шепот. «Честно говоря, я не знаю». «Зачем он это надел?» Мать не отозвалась. «Мама!» «Да, солнышко!» «Он сумасшедший!» «Веди себя тихо» – попыталась урезонить его мать. «Ну, что это такое?» Янг почувствовал, что больше не вынесет. Поднялся и, устремив взор в пустоту, с достоинством двинулся к выходу. Добравшись до задней площадки, он сделал вид, что не заметил удивленного взгляда кондуктора. Когда автобус притормозил, Янг вдруг почувствовал, что на плечо легла чья-то рука. И, вздрогнув, обернулся. «Мамаша-малыша!» Нахмурившись, смотрела на него. «Ну?» – резко спросил он. «Да вот Билли! Я стараюсь ничего от него не утаивать!» – нерешительно вымолвала женщина. «Что же все-таки у вас на голове?» «Борода Распутина!» – рявкнул Янг. «Он мне ее завещал!» Бедняга пробкой выскочил из автобуса и постарался затеряться в толпе. Это оказалось не так-то просто. Многие были не на шутку заинтересованы необычным головным убором. К счастью, до офиса было уже недалеко. Хрипло дыша Янг ввалился в лифт, бросил убийственный взгляд на мальчишку-лифтера и сказал «Девятый этаж!» «Извините, мистер Янг!» – бесстрастно произнес тот. «У вас на голове?» «Знаю!» – последовал торопливый ответ. Лифтер умолк. Но как только пассажир вышел из кабины, мальчик широко улыбнулся, а уже через несколько минут говорил уборщику «Видал мистера Янга?» «Нет, а что?» «Пьян в стельку!» «Что?» «Хорош врать!» «Разрази меня гром пьян, как сапожник!» Тем временем новоосвещенный мистер Янг подошел к кабинету доктора Франча. По счастью, знакомый врач работал в том же здании. Ждать пришлось недолго. Настороженно взглянув на странный головной убор, медсестра исчезла за дверью и буквально через секунду пригласила пациента войти. Доктор Франч – высокий, рыхлый человек с большими желтыми усами, энергично вскочил из-за стола навстречу посетителю. «Заходите, заходите, как самочувствие, все в порядке, надеюсь. Позвольте вашу шляпу». «Погодите», – сказал Янг, отстраняя врача. «Понимаете, у меня на голове что-то странное». «Рано порез, ушиб, не понял его доктор. Сейчас починим». «Я здоров», – пробормотал Янг. «Только вот видите ли у меня гмнимб». «Нимб, говорите», – Франч рассмеялся. «Держу пари, вы его недостойны». «А, черт возьми», – завопил несчастный, срывая колпак. Доктор отскочил на шаг, потом осторожно приблизился и попытался дотронуться до светящегося ободка, разумеется, тщетно. «Чтоб меня». «Да, странно», – вымолвил он наконец. «И вправду похож, а?» «Вот я и хочу узнать, что это за штука». Франч задумчиво пощипал усы. «Ну, вообще-то вопрос слегка не по моей части. Может, физик вам скажет». «А он снимается?» «Нет, конечно. Его даже и потрогать нельзя». «Ага, понял. Да, хотелось бы услышать мнение специалиста». «А пока что, ну-ка», – доктор стал громким голосом отдавать распоряжение. Через некоторое время сердце, температура, кровь, слюна и кожа Янга были тщательно исследованы. Никаких отклонений не наблюдалось. «Вы здоровы, как бык. Приходите-ка завтра в 10, я соберу консилиум». «А избавиться от него, что ж, нельзя?» «Сейчас лучше не стоит. Это явно что-то радиоактивное. Возможно, придется прибегнуть к лучевой терапии». Краем уха, слушая бормотание врача об альфа- и гамма-излучении, Янг разочарованно натянул свой неописуемый колпак, вышел из кабинета и побрел на рабочее место. Рекламное агентство «Атлас» слыло самым консервативным из всех рекламных агентств. Два седоусых брата основали фирму еще в 1820 году. Респектабельные седые усы и сейчас могли бы послужить достойно его эмблемы. Совет директоров крайне неодобрительно относился ко всяким нововведениям. Контракты на рекламу радиопередач стали заключаться только в 1938 году, когда боссы пришли наконец к выводу, что радио явилось в мир всерьез и надолго. Однажды, подающий надежды, вице-президент лишился своего места только из-за того, что надел красный галстук. Янг проскользнул в свою комнату, которая, по счастью, была пуста. Упал в кресло и, сдернув колпак, некоторое время с отвращением его разглядывал. Тот, казался теперь еще отвратительнее, чем утром, начал линять и явственно отдавал псиной. Убедившись, что нимб по-прежнему на месте, Янг приступил к работе. Но судьба продолжала преподносить сюрпризы. Дверь распахнулась и вошел Эдвин Г. Кипп, президент агентства Атлас. Янг тут же нырнул под стол. Кипп был маленьким, безукоризненно одетым человеком, с огромным чувством собственного достоинства. Он носил пенсне и галстю габочку, что придавало ему облик живого ископаемого. «Доброе утро, мистер Янг!» – произнес президент. «Э, где же вы?» «Доброе утро!» – отозвался невидимый Янг. «Извините, я завязываю шнурок!» Кипп промолчал, только тихонько кашлянул в кулак. Шло время. Под столом было тихо. «Мистер Янг!» «Я еще здесь!» – прохрепел бедолага. «Совсем запутался!» «Шнурок, я имею в виду!» «Вы хотели поговорить со мной?» «Да!» Кипп с нарастающим нетерпением ждал. Признаков скорого появления Янга не наблюдалось. Президент подумал, что, возможно, имеет смысл заглянуть под стол, однако с ужасом представив, сколь неподобающим будет выглядеть такой способ введения деловых разговоров, наконец сдался и сообщил. «Только что звонил мистер Девлин. Он вскоре прибудет и хотел бы, судя по его словам, осмотреть город». Невидимый Янг выдавил невразумительно угу. Девлин – один из самых престижных клиентов. Или, точнее говоря, был до прошлого года, когда к неудовольствию Киппа и Совета директоров вдруг стал вести дела с другой фирмой. Президент продолжал. «Он сказал, что испытывает сомнения по поводу нового контракта. Поначалу он намеревался заключить его с компанией World, но потом мы решили, что этот вопрос целесообразно будет обсудить лично. Для этого он и приезжает в наш город». Кипп доверительно понизил голос. «Хочу уведомить вас, что мистер Девлин заявил мне о своем намерении иметь дело с менее консервативной, или, как он выразился, менее нудной фирмой. Сегодня мы вместе ужинаем. И я постараюсь убедить его, что агентство «Атлас» – именно то, что ему нужно. Тем не менее, Кипп снова кашенок, надо быть дипломатами. Поэтому я поручаю вам развлекать сегодня, днем мистера Девлина». Последние слова президента были встречены судорожным с хлипом. «Я плохо себя чувствую. Я не могу». «Вы больны? Нужен врач?» Врача Янк отверг, но из-под стола не вылез. «Нет, я... Но я хочу сказать...» «Вы ведете себя весьма странно», – с нажимом произнески. «Послушайте, мистер Янк, я не хотел пока сообщать, но...» «Одним словом, ваша кандидатура обратила на себя внимание Совета директоров. На последнем совещании мы, после некоторого обсуждения, решили предложить вам пост вице-президента фирмы». Под столом воцарилось молчание. «Вы пятнадцать лет достойно работали в агентстве. На вашей репутации нет ни малейшего пятнышка. Поздравляю вас, мистер Янк». Президент шагнул к столу, протягивая руку. Навстречу вынырнула другая. Ответила на пожатие и быстро исчезла. Снова тишина. Янк упорно не покидал своего убежища. Кип наконец понял, что ему остается только ухватить мистера Кенната Янга за шиворот и силой вытащить из-за стола. Неодобрительно хмыкнув, он вышел из комнаты. Несчастный выбрался на свободу, растирая затекшую спину. Ну и дела. Развлекать Девлина с нимбом над головой? И не развлекать нельзя? А то вопрос о вице-президентстве автоматически отпадет. Янг слишком хорошо знал, где работал. Прервав ход его мыслей, на верхней полке шкафа внезапно возник ангел. Шкаф был не очень высок, и небесный гость сидел довольно тихо, свесив вниз ноги и сложив крылья. Ослепительные белые одежды ангела и в особенности ярко сияющий нимб вызвали у Янга чувство непреодолимого отвращения. Это конец, тихо и обреченно произнес несчастный. Пусть нимб лишь следствие массового гипноза, но когда начинаешь видеть ангелов... Не пугайся, ответил пришелец. Я вполне реален. Глаза Янга медленно наливались кровью. Еще чего. Определенно я разговариваю с пустым местом. Это Шизо. Шизо. Как ее там? Сгинь. Ангел явно, смутившись, покачал головой. Прямо сейчас не могу. Откровенно говоря, я совершил непростительную ошибку. Ты верно заметил? Небольшой нимб. Бедняга горестно усмехнулся. Да уж, заметил. Не успел ангел продолжить, как отворилась дверь, и в комнату заглянул кип, но увидев, что Янг занят, поспешно пробормотал его, извините, и исчез. Ангел задумчиво пригладил свои золотые кудри. Значит так, твой нимб был предназначен совсем другому человеку, кибетскому монаху, но стечение обстоятельств привело к тому, что я ошибочно причислил к лику святых тебя. Так что ангел сделал красноречивый жест рукой. Янг был ошеломлен. Я не вполне. Монах. Ну, в общем, согрешил. А грешник не имеет права носить нимб. И, как уже было сказано, я по ошибке отдал его тебе. Но ведь тогда ты можешь забрать его назад? Янг просиял, но ангел отрицательно покачал головой. Боюсь, что нет. Я справлялся у ангела-хранителя книги судеб. Ты прожил безупречную жизнь и честно заслужил право на нимб. Несчастный вскочил и замахал руками. Но, но, да пребудут с тобой вовеки мир и благословение. Напутствовал его ангел и исчез. Янг снова рухнул в кресло и потер занывший от боли висок. Тут отворилась дверь и на пороге появился кип. К счастью, нимб в эту секунду оказался прикрыт рукой. Прибыл мистер Девлин, сообщил президент ГМУ. А кто это был там, на шкафу? Янг был настолько раздавлен, что не сумев придумать что-нибудь более правдоподобное, пробормотал ангел. Кип удовлетворенно кивнул. Да, конечно. Что? Вы сказали ангел? Ангел? О, Боже! Президент заметно побледнев, выскочил из кабинета. Янг мрачно взглянул на меховой колпак. Злосчастный головной убор по-прежнему лежал на столе и, казалось, слегка покачивался под его ненавидящим взглядом. Жизнь с нимбом на голове казалась лишь чуть-чуть более невыносимой, чем с этим ужасным колпаком. Страдалец яростно грохнул кулаком по столу. Я этого не вынесу. Я, я не должен. Внезапно он замолчал и удивленно улыбнулся. Так ведь и не буду. Все прекрасно. Я не намерен терпеть. Если монах остался без нимба, значит, его не может носить ни один грешник. Круглое лицо Янга исказила сатанинская гримаса. Тогда я стану грешником. Нарушу все заповеди. Все. Он запнулся, ибо смог припомнить только одну – «Не возжелай жены ближнего твоего». Бедняга представил себе жену соседа, некую миссис Пудинг, слоноподобную особу лет пятидесяти с лицом напоминающим подгоревший пирог. Нет, эту заповедь нарушать решительно не хотелось. Но, возможно, и один настоящий грех заставит ангелов быстренько примчаться обратно и забрать нимб. Какие преступления считаются незначительными? Янг задумчиво наморшил лоб. В голову ничего не приходило. И страдарец решил пойти прогуляться, глядишь, и представится удобный случай согрешить. Преодолевая отвращение, он натянул на голову колпак и уже дошел было до лифта. Как услышал вдруг зычный голос, громко его приветствуюсь. По коридору быстро шел полный мужчина. Янг понял, что это мистер Девлин. Эпитет «полный» был для мистера Девлина слишком слабым. Он был скорее пухлый. Ноги, стиснутые снизу темно-желтыми ботинками, вырывались затем на свободу в виде мясистых лодыжек. Далее следовали необъятные бедра, все более и более утолщавшиеся по мере продвижения взгляда к умопомрачительному животу мистера Девлина. В профиль этот человек напоминал апельсин, страдающий слоновьей болезнью. Над воротником вздымалась бесформенная гора плоти, в которой Янг с трудом разглядел черты человеческого лица. Таков был Девлин, несшийся по коридору, словно мамонт, сотрясая каблуками пол. «Вы, Янг!» хрипел он, тяжело дыша. «Чуть не упустили меня, да?» «А я ждал в конторе». Девлин замолчал и заинтересованно посмотрел на колпак. Потом, стараясь соблюсти приличие, отделанно рассмеялся и отвел глаза. «Ну, я горю нетерпением». Янг понял, что попал примехонько между Сциллой и Харивдой. Если не удастся должным образом развлечь Девлина, прощай пост вице-президента. Но на голову свинцовым обручем давил нимб. В мозгу вертел оседился на мысль. Нужно во что бы то ни стало избавиться от этого святого дара. А тому же можно будет рассчитывать на дипломатию. Да еще, если повезет, немного. Принимать гостя в таком виде никак нельзя. Кип сочтет это хамством. Один колпак чего стоит? «Извините», – простонал Янг, – «срочное поручение. Я скоро вернусь». Девлин хрипло расхохотался и крепко ухватил его за руку. «Ну уж нет. Показывайте мне город. Прямо сейчас». В воздухе разнесся отчетливый запах винного перегара. И тут Янг нашел выход. «Ладно», – согласился он наконец, – «пойдемте. Внизу есть бар, так что выпьем немного, а?» «Вот теперь дело говоришь», – одобрительно воскликнул мистер Девлин и дружески хлопнул несчастного по спине, отчего тот чуть не упал. «О, вот и лифт пришел». Они вошли в переполненную кабину. Янг страдальчески закрыл глаза, но все равно чувствовал сверлившие его любопытные взгляды. Он впал в какое-то оцепенение и очнулся лишь на первом этаже, когда Девлин выдернул его из лифта и потащил в ближайший бар. План был таков – вливать в объемистое нутро мистера Девлина порцию за порцией и терпеливо ждать возможности незаметно ускользнуть. Но как немедленно выяснилось, в стройной схеме обнаружился из Янг – Девлин не захотел пить в одиночку. «Одну мне, одну тебе», – настаивал он. «Все честно. Давай еще по разику». В силу известных обстоятельств Янг не мог отказываться. Но самое неприятное заключалось в том, что поглощаемый Девлином алкоголь равномерно распределялся по всем клеточкам его обширного тела. Так что он весьма долго продолжал пребывать все в том же слегка приподнятом состоянии. А вот бедный Янг, мягко выражаясь, наклюкался. Несчастный тихо сидел за столом, с трудом удерживая в поле зрения своего спутника. Кроме того, Янг продолжал размышлять о нимбе, перебирая в воспаленном мозгу различные грехи – поджог, ограбление, диверсия, убийство. Он попытался было умыкнуть у официанта мелочь, но тот был на чеку и лишь слегка улыбнулся, поставив на стол бокал с новой порцией. С неприязнью посмотрев на этот бокал, наш герой вдруг решился и с трудом встав с места поплелся к выходу. Девлин немедленно уцепился за его руку. «Что случилось? Давай еще!» «Я должен кое-что сделать», – отрешенно проговорил Янг. Он выхватил у прохожего трость и так устрашающе замахал ею, что тот счел за благо ретироваться. Янг мрачно озирался по сторонам. «Какие еще дела?» – громко запротестовал Девлинг. «Показывай мне город!» «Очень важное!» Янг пристально посмотрел на мальчишку, который остановился было на углу, но явно заинтересовавшись странным головным убором, медленно подходил ближе. Он чертовски напоминал маленького негодяя из автобуса. «Важные дела?» – не отставал Девлинг. «Подумаешь?» «Ну, какие, например?» «Например, избить ребенка!» Отрывисто бросил Янг и, размахивая тростью, ринулся к растерявшемуся мальчишке. Тот заорал и помчался прочь. Янг несколько метров преследовал его, но потом столкнулся с фонарным столбом, оказавшимся на редкость жестким и неуступчим. Столб преградил дорогу и, несмотря на все усилия и красноречивую жестикуляцию преследователя, не желал отходить в сторону. Мальчишка давно уже исчез за поворотом. Наградив столб сильным ударом трости, Янг повернул обратно. «Боже правый! Что ты творишь?» – изумелся Девлинг. «Вот уже и фараон на нас таращится! Пошли отсюда!» «Что я творю?» – усмехнулся Янг. «Разве не видно? Я хочу совершить грех!» «Совершить грех? Именно! Почему?» Янг выразительно постучал пальцем по колпаку, но Девлинг неверно истолковал его жест. «Ты псих!» «Надо согрешить!» «По-настоящему согрешить!» «По большому счету!» «Жечь приют для сирот!» «Убить тетушку!» «Убить да хоть кого-нибудь!» С этими словами он быстро взглянул на Девлина. И тот в ужасе отшатнулся. В конце концов Янг разочарованно вздохнул. «Не пойдет!» «Слишком много крови и слез!» «Так что нож и пуля отпадают!» «Если только взорвать!» «Стоп!» Он схватил Девлина за руку. «Воровство!» «Грех!» «Так!» «Безусловно!» Дипломатично согласился тот. «Но ты ведь не собираешься!» Янг покачал головой. «Не сейчас!» «Слишком много народу!» «Зачем садиться в тюрьму?» «Пошли дальше!» Он пустился бежать. Девлин за ним. Обещание показать гостю город было выполнено с честью. Правда, впоследствии ни один из них не смог припомнить, где их носило. По дороге Девлин заскочил в бар для дозаправки и вскоре вернулся с бутылками, распиханными по всем карманам. Минуты и часы тонули в густом алкогольном тумане. Для измученного Девлина происходящее обрело уже некоторую ирреальность. Он впал в прострацию, смутно пытаясь припомнить предшествующие прогулки события. Наконец, когда на улице была уже глубокая ночь, он внезапно очнулся и увидел, что стоит вместе с Янгом возле большого деревянного индейца, слушающего рекламой сигарной ловчонки. Это был, наверное, последний рекламный индейец во всем городе. Памятник безвозвратно ушедшим годам. Он смотрел мутными стекляшками глаз на коробку деревянных сигар, которую держал в вытянутой руке. Колпак с головы Янга к тому времени уже куда-то исчез. И тут Девлин наконец обнаружил в облике спутника нечто необычное. Он тихо произнес. «У тебя, у вас нимб!» Янг слегка вздрогнул и ответил. «Да, у меня нимб!» Потом задумчиво произнес. «Этот индейец!» Девлин неодобрительно посмотрел на деревянную фигуру. Индейец представился его затуманенному сознанию чем-то еще более ужасным, чем нимб. Зябко передернув плечами, он быстро отвел глаза. «Воровство! Грех!» Прошипел Янг и с радостным криком попытался приподнять индейца. Но немедленно рухнул под его тяжестью и разразился неистовыми проклятями. Наконец он поднялся и сказал «Тяжелый! Помоги мне!» Девлин давно уже не пытался понять смысл этих сумасшедших поступков. В итоге двое мужчин медленно побрели вниз по улице, с трудом таща на себе тяжеленного индейца. Владелец сигаретной ловчонки поглядел им вслед и с нескрываемой радостью потер руки «Десять лет я не мог избавиться от этого хлама!» Хихикая, прошептал он. А теперь... Уф! Затем вернулся обратно в ловчонку и закурил двухдолларовую корону, празднуя свое освобождение. Тем временем Янг и Девлин поравнялись со стоянкой такси. Там оказалась одна единственная машина. Шофер курил сигарету и слушал радио. Янг громко окликнул его. «Такси, сэр!» Шофер ожил, выскочил из машины и распахнул дверцу. И вдруг замер, вытаращив ошалевшие глаза. Он был изрядным циником. И в привидения не верил. Но увидев чудовищно раздутого вурдалака и падшего ангела, на плечах которого покоился окоченевший труп индейца, понял вдруг со слепительной ясностью, что под тонким слоем реальной жизни скрывается бездна первозданного хаоса. Насмерть перепуганный, с громким воплем ужаса, он вскочил обратно в машину и тут же умчался в неизвестном направлении. Девлин горестно взглянул на Янга. «Что теперь?» «Ну, я живу не очень далеко», ответил тот. «Кварталов десять. Пошли». Стояла уже поздняя ночь. И попадавшиеся по пути редкие прохожие старались, дабы не подвергать свою жизнь опасности, не обращать внимания на необычную процессию. В конце концов, странная троица без приключений добровалась до места. Дверь дома была заперта, и Янг никак не мог найти ключи. Будить Джилл, естественно, не хотелось, но его не покидала странная убежденность, что украденного индейца непременно нужно спрятать. После некоторых размышлений он остановил свой выбор на подвале. Стараясь не шуметь, сообщники высадили окно, подтащили к нему деревянную фигуру и осторожно просунули ее внутрь. «Вы и вправду здесь живете?» – подозрительно спросил Девлин. «Ш-ш-ш!» – предостерегающий поднял руку Янг. «Пошли». Он пролез в то же окно и с шумом приземлился на кучу угля. Через несколько секунд рядом рухнул Девлин, шумно сопя и потирая ушибленные места. Нимб неяркая, как 25-ваттная лампочка, освещал мрак подвала. Оставив Девлина наедине с синяками, Янг принялся разыскивать индейца, который куда-то запропал. Наконец он обнаружился под старым корытом, с немалым трудом был извлечен на свет Божий и поставлен в углу. Затем новоявленный грешник отступил на шаг и слегка пошатываясь, воззрился на дело рук своих. «Совсем неплохой грех!» – подытожил он. «Кража. Дело ведь не в количестве украденного, а в самой сути поступка. И тут что деревянный индейец, что миллион долларов – все равно. А?» – Девлин. «Я бы охотно изрубил этого болвана на куски!» – с чувством отозвался тот. «Ты заставил меня тащить его целых три мили!» Вдруг раздался оглушительный удар грома, подвал озарился ярким белым светом, и появился ангел. У Девлина подкосились ноги. Он сел на кучу тряпья, закрыл глаза и стал что-то тихо бормотать. Златовласый ангел подошел к Янгу и ласково ему улыбнулся. «Это, – изрюк он, – первое твое благое деяние с момента причисления к лику святых!» Сияющее крыло прочертило полутьму подвала, осенив мрачную фигуру индейца, и та исчезла. «Ты облегчил душу ближнему, и это стоило тебе немалых трудов. Целый день неустанно трудился ты без малейшей корости, а утро встретишь усталым и разбитым. Следуй же и далее избранному пути к Янг. Нимб удержит тебя от всех земных грехов!» С этими словами младший ангел бесшумно исчез. Это было единственное, что порадовало беднягу, ибо голова начинала болеть, и повторный удар грома оказался бы совершенно излишним. Через некоторое время Янг очнулся, весь в холодном поту, мечтая уснуть снова и уже никогда больше не просыпаться. Он лежал в измятой холодной постели, а в окна лился яркий солнечный свет, дробившийся в голове на тысячи маленьких острых осколков, желудок судорожно сжимался, горло жгло огнем. В момент пробуждения Янг осознал одновременно три вещи. Он действительно встречает утро усталым и разбитым. Нимб над головой по-прежнему отражается в зеркале. И еще! Смысл слов, сказанных ангелом на прощание. Несчастный мучительно застонал. Голова-то пройдет, а вот нимб теперь уже наверняка останется навсегда. Его можно лишиться, лишь совершая грехи, а Янгу это стало теперь недоступно. Осененный сияющим нимбом, он превратился в другого человека. Все его деяния будут отныне лишь добром, всякий труд, заботой о ближнем, он больше никогда не сможет грешить. Рассказ «Нимб» автор Генри Катнер. Рассказ здесь с некоторыми сокращениями. Полностью по ссылке на источник. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. И ссылка на плейлист с названием «Юмор. Рассказы». 398 рассказов, озвученные мной. Все ссылки, как обычно, будут под этим видео. До свидания. Рассказы. 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 Рассказы.